всем доброго времени суток уважаемые и гости моего канала а также и подписчики вот у меня сегодня будет очередной обзор про катушечку фирма шимана называется на на верность как правильно конечно произношение я не знаю но мне это и не интересно речь пойдет не о том но вкратце пробежимся то есть катушка у нас получается с передаточным числом 5 и один к одному то есть видим что это не скоростная катушка она как бы сказать с нормальным передаточным числом с таким с хорошим ближе к тяговому до вес ее 330 грамм получается у нас шариковых подшипников 5 и 1 роликовый вот она у нас 4000 заказывали ее другу друг попросил горит закажи вот я заказал катушка новая муки на ней ни разу не сидели это сделаю вам компетентный обзор разбирать ее не буду чтобы делать взгляд изнутри мыши катушка новая ну в процессе я и так знаю с такими катушками уже всталкивался класса ксаешь аэр нас они очень очень близкие между собой катушки можно сказать по механизму и чем-то они не отличаются разницы там всего грубо говоря там в один-два подшипника так условно грубо скажем потроха у них одни и те же вот на коробочке у нас имеется такая вот схемка внутри у нас имеется с ней дополнительная шпуля шпуля даже эти вот она не доставалась еще ни разу отсюда могу даже сказать как она выглядит сейчас мы попытаемся с вами вместе ее извлечь и посмотреть так шпуля есть достаем катушку смотрим в комплекте регулировочные шайбы под шпулю для намотки какая-то бумага все это наверное уже будет нам интересно скажем так что мы имеем имеем шпулю прикручиваем ручку ручка у нас не вкручиваться главную пару да но и тем не менее не складываться на кнопочках до примеру как у риоби она затягивается так сейчас мы не знаю чего рассказать так шпули мы видим что с виду они вроде как равноценные абсолютно одинаковые алюминиевые как я понимаю на металл алюминий наверное опять же это мой специалист по металлу не буду говорить просто буду называть металл две равноценные шпули такие у нас получился нюансы снимаем чехульчик вот и начинаем начинаем с ручки смотрим что такое у нас здесь и сделано в этой катушке момент ручки вот такой мы видим да что ручка у нас просто вставляется и закручиваться до кнопки никакой нету люфта нету сколжение внутри главной пары тоже нету потому что есть такая хитрая шайбочка не есть такие вот насечки если вот видно да и на главной паре мы видим с этой стороны тоже есть такие насечки зубцы в которые она попадает и с этой стороны мы тоже имеем такие насечки позыв которые она то ручка встает что это предотвращает это предотвращает от прокручивания ее внутри главной пары вот мы вставляем закрутили крутим все но у нас видите встала намертво вот из этих насечек если зажать ротор и пытаться провернуть туда-сюда то вот она не будет проворачиваться скользить вот если просто шайбы подложены может вместе с этим колесиком проскручиваться давая как бы ложный люфт такой конечно на рыбалке он не влияет ни на что в принципе неприятно тут этот люфт у нас вот за счет этих насечек в главной паре до главной шестерни главной пары и в этой шайбе и здесь это же она вот не дает нам этого люфта вот теперь смотрим кнопку сделаны из его материала в клубе у нас один подшипник и одна втулка вот сравнение можно сказать вот катушка это досталось нам перед новым годом со скидкой за 5000 рублей четырехтысячная арнасфа на то есть катушка встала в 5 рублей видим что в ноби один подшипники одна втулка я вот эту катушку хочу сравнить например с дайвой циркейт многие могут сказать что вообще за бред за такое как такую катушку за 5000 можно сравнить с циркейтом а ведь по сути дела я вам скажу компетентно и зная да разбирая много своих катушек в жизни ремонтируя да и делаем сервисное обслужие я вам скажу как раз по механизму она внутри у нее кулисный механизм а да его любит баловаться до кулисным механизмом он очень сильно совпадает по своим физическим конструктивным особенностям конкретно надо его циркейт мы видим что она в клубе также имеет один подшипники 1 втулку также как циркейт вот ничем не хуже до по ручке кроме того что понятно что у циркейта надо напрямую вкручивается до главную пару здесь она не вкручиваться но люфтов не имеет какая разница как это выполнено если на выход на выхлопе нет люфта правильно согласно ну это ваше дело соглашаться нет но я не вижу смысла что она вкручиваться в главную пару что она сделана конструктивно так все равно надежно так в шпуле нет подшипника дайвицер 3 за эти же за те большие деньги по сравнению с пяти тысячами в шпуле господа тоже нет подшипника понимаете вот дальше смотрим где у есть подшипники подшипники у нас есть в ролике укладывателя хорошо хорошо есть ролик коренные подшипники главной пары имеются тоже подшипник ротора который держит у нас вторичного главной пары имеется имеется это хорошо вот их почитаем раз два три 4 5 вот пять подшипников подшипников роликовых ну и один скажем опять подшипников шариковых и один ролик и роликов это стопор механизм стопора обратного хода он же обгонная муфта он же у нас и роликовый подшипник вот все подшипники почитали грубо говоря механизм кулисного типа скажем так ну и попытаюсь вам объяснить что вот она конкретно как бы сказать на этой катушке как это влияет на работу катушка еще ни разу не работала не разработана от этого мы видим до что ручка не прокручиваться куда еще планово никакого нет не разработана не катушка не смазка да ну вот ход у нее классный нормальный ход плавный вот сильнее покрутить видим что если крутануть и руку расслабить там такого биения как бы не туда дисбалансом у нее но когда крутишь чувствуешь что вот по моему этого часть она видно что такая у нас усиленная да вот это душка которая держит ролик лесоукладывателя чувствуется что есть такое биение как бы чуть чуть в руку видно из этого большого узла есть такой дисбаланс легкий возникает биение на этой катушке есть такой момент также если посмотреть мы видим что когда крутится шпуля маленького так вот убьется туда-сюда и когда медленно уходит вниз нижней мертвой . на так повернулась вот это как раз и есть кулиса ты что такое кулиса это такая канавка знает по которой ходит скажем так внутреннюю рычаг то есть вот конкретно это грубо говоря шток на нем кулиса внутри паразитная шестерня да и когда она в нижнюю точку уходит прокрутиться как раз вот это кулиса начинает обратно срабатывать и дает вот это отхождение шпуль и гуляния вот такое ты в нижней мертвой . на так как бы уходит вот это видим что работает кулиса будет от люфта туда-сюда он тоже обоснован как раз вот кулисой грубо говоря ну вот если сильно крутануть и прислушаться то вот это лучшелись как многие говорят почему эту шумана есть такой шелест вот у кулисных шуман шуман это есть вот такой шелест этот как раз это кулиса она вот идти и как бы начинает тереть внутри по корпусу то есть у дайвы эта кулиса она подпирается с одной стороны на два подшипника опирается а с другой стороны на пластмасску у циркей тогда а уж и мамы просто этих подшипников как бы сказать снизу нету и сверху ролика тоже нету вот у дайвы конкретно принципиальные конструктивные особенности в кулисном механизме то что имеются два катка в виде шариковых подшипников а сверху просто колесико пластмассовая с резинкой от этого соответственно у дайвы как бы чуть-чуть бархатней хорда у кулисных дайв и нету такого вот как бы чуть-чуть биения да и шелеста конструктивно в принципе то же самое что циркей да вот получается также у дайва имеется такая же паразитная шестеренка до которая крутит эту кулису до от главной пары вот здесь я не разбирал и не могу сказать она пластмассовая как в циркейте либо не пластмассовая я вам точно не могу сказать но мне раньше был старый катушка шаман на эксайдж да такой же механизм шестерня была металлическая ну с алюминиевая или алюминиевая скажем так металлическая да это паразитная шестерня вот этой паразитной шестерни у дайвы еще и имеется подшипник здесь его нету скажем так ну да его у циркейта это шестеренка пластмассовая что конкретно влияет на нее как не очень хорошо то есть катушка при ударе скажем так если уронить наш пулю идет удар на шток на эту шестерню и сразу же этот металлический шток из шестерни выламываться на трескаться у циркейта есть такой головняк конкретный здесь я не знаю как она не разбирал металлическая либо пластмассовая если металлическая значит это катушка за эти деньги однозначно механический надежный дайвы циркейт даже спора нет можете даже не спорить если хотите поспорить давайте побросаем по ударяем и посмотрим что чего быстрее сломается если кто то хочет там узнать конкретно я вот поверьте я знаю о чем я говорю так что у нас тут дальше стопор обратного хода как у всех шуман очень надлежно ну вот еще в крышке стопора обратного хода удавить циркейт есть такая типа феромагнитная защита от воды да вот я не знаю нужно ли не нужно это потому что сколько у меня было шуман они у меня ночуют на улице под дождем ни разу вода не попадала если и конечно не топить то вода не попадает да я мало видел рыбаков которые в заплав плавают с катушками или там аквалангом занимаются к примеру дайвингом так что если катушки не топить воду то они так в них вода не попадает то что дайва перестраховываться ставить такие навороты я не знаю я бы за них не хотел бы платить деньги вот именно у дайвы платить за какую-то мелочь там за миллиграмм феромагнитной этой смазки которая дано не то что смазывает именно предотвращает попадание воды платить лишние 100 долларов как-то неохота честно скажу ребята вот и в принципе вот это вот шуршание вот это вот кулисы да если разобрать покупать урить его можно смешать она трется по металлу по полозе можно это снять отполировать по стогуем тряпочкой до сделать ровно идеальную гладкую поверхность и шелест просто в два раза уменьшится кому-то если интересно смотрим люфт в клубе продольный поперечный практически отсутствует просто идеальный просто идеальный просто нет люфта в циркете люфт есть так смотрим регулировку главной пары все видим вот она да видим что шумана тут сильно не постаралась подобрать регулировочные шайбы под главную пару на тоже от этого есть шум он дает не шелест такое металлическое бене тык 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 вы можете не слышать но на руку кто понимает тот поймет вот это вот видите вот это обосновывается что мало подложено регулировочных шайб под главную пару от этого можно избавиться если вы хотите чтобы катушка ходила пока она новая пока она не работала нужно сразу же разбирать регулировать главную пару убирать этот люфт и сразу же на кулисе полировать вот эти вот места упора сразу же делать потому что когда она вас уже притрется и делается выработка и вы потом подложите шайбы регулировочные то будет уже излишний шум и он исчезнет только тогда когда она уже по новой преработаться прерабатываться она будет уже не быстро чтобы если кому интересно убрать вот эти вот люфты да как бы сказать можете сразу же сделать этот момент чтобы у вас было все в шоколаде так люфт ротор тоже имеется минимальный очень даже минимальный здесь он сопровождается даже с выносом на главную пару видите от шевелю на рукоятку то есть он ведомая шестерня контактирует с ведущей видите вот дает прямо сюда люфт вот уже надо фиксировать убирать это кому если будет интересно а так в принципе для работы она вообще нисколько не мешает люфт это тоже можем но все можно убрать если есть желание скажем так вот видим что хорошо работа от скоба леса укладывать или тебя до конца довожу раз дальше она уже сама пошла раз там уже чик дальше откидываться очень четко фиксируется хороший сама сброс шелест биение все это можно убрать а так вот плавный ход на мелких оборотах очень даже неплохой то есть видим что большой редуктор вернее главная пара больших размеров у того доказательства могу показать что это все не какие-то бреда это все на самом деле потому что имеет место быть бывает как примеру она трехтысячная механизм трехтысячные а шпули ставится четыре там три до либо двухтысячная шпули ставится трех четырехтысячная механизм такой же маленький здесь вот можно посмотреть вот у меня finpower svpg да это конкретно тяговая серьезная катушка никто не может в этом даже усомниться да вот мы видим что у 4000 а 1 редуктор то есть так показать точно таких же размеров мы видим да что главная пара у нас как бы ничем не меньше да чему твина морского то есть мы видим что механизм главной пары верни сама главная пара достаточно больших размеров значит будет работать вот такой мой взгляд на эту катушку цена и перед новым годом со скидкой было 5000 часа посмотрел с повышением цен она поднялась она полторы тысячи рублей сейчас магазине это можно купить за 6 500 скажем так вот что могу сказать мне кажется что вот эта катушка реально она стоит своих денег однозначно можно даже посмотреть вот да тут конечно тут согнуть что-то нереально рот а верни этот фрикционный механизм из многих этих фрикционных ну как бы сказать фетровых похоже на фетр проклада чек да что очень точно мы видим вот и смотрите делаю прям целыми оборотами да плавно 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 регулируется очень четко можно выставить фрикционный механизм шумана в этом плане молодцы не экономит на фетре вот особенность когда вот мне на обслуживание приносили да и вот серпеет она всего от рыбачивала 3-4 рыбалки мне сказал хозяин да я его так взял круто ну посчитал количество оборотов она сделала по моему 22 оборота когда я провел то она стала делать 27 оборотов то есть на 4 оборота больше скажем так вот если эту катушку взять мы видим 23 обороты она считал можете посчитать то есть конкретно да и вот серпеет дело от но за три рыбалки вот которым я была в руках и обслуживала делать 22 оборотов то же самое но платите вы за нее нифига не пять тысяч ребята и по надежности на однозначно слабо да она имеет плавный ход пусть и буси и лясем трясем это работа это тоже работа нет допустим лично вот если вам хочется кому то убрать вот эти вот люфты все это убирается и все у вас будет как надо мой вердикт катушка стоит своих денег однозначно всем спасибо за внимание до свидания